Когда вы начали заниматься этим делом? Вроде как я председатель ТОСы, начинают ко мне каждый встречный обращаться, что у нас тут такое происходит. Вот каждый, что это, и все с таким возмущением. А вы же там же, в том же дом живете? Да, да, да. Кто-то из жителей позвонил Галине Николаевне Димахиной, и тут ее помощница, они заинтересовались, и они позвались Слизова, чтобы он сказал, что это за ямики тут, что тут какое-то вроде как строительство идет. Но Слизов сказал, что не может быть никакого строительства там нету. Его вызвали на место, он приехал на место и все утверждал. Ну тут вроде как было частично занесено, это в марте, это все было в марте. Но частично было занесено, ему, можно сказать, пришлось взять палку и вот так показывать, что, мол, смотрите, ямики тут же. Для чего-то ямики, он сказал, в общем-то не знаю, ничего нет вроде не знаю, вроде как это то, что мы придумали. Хотя потом в процессе было выяснено, вот когда документы приходилось писать, писать и писать, то из департамента пришло, что дано, как же они могли, вот один прокол, как они могли не знать, что идет строительство, когда выдан был документ на ограждение, поставить ограждение, это в феврале как раз вот, второго что ли февраля, у меня тут где-то в документах есть. 21 марта я написала обращение Виноградову, потому что непонятно, то ли тут, то ли тут эстакада. Ну вот если отдельные такие ямки, то это для стоек значит, значит или эстакада, или строительство какое-то. Ну так как я в этих вещах разбираюсь, я инженер-проектировщик, и так предположительно. И пишу ему обращение, письмо, чтобы он ответил, что у нас такое на территории. И он отвечает, что он ничего не знает, что он полномочен, да, Виноградов, что он ничего не знает. Письма у меня тут все, я даже могу их оставить. Это как-то у нас в последнее время стало традицией уже, что власть ничего не знает о том, что у нас строится. Он полномочен следить, значит, за всеми этими делами, так сказать, за строительством. Обращайтесь, обращайтесь к, в общем, в прокуратуру, в органы, в дознавательные органы. Вот этот момент, то ли вот после обращения мы пошли к Слизову, то ли до этого мы ходили. Вот я вот этот момент просто не зарегистрировала, потому что мне не казалось, что это будет так вот вечно длиться, длиться и длиться. Мне казалось, что вот проблемы мы как-нибудь решим в скором времени. Вот такое было ощущение. Вот, потом после этого, значит, когда мы посетили Слизова дважды, он пообещал сначала поговорить с Семенцом, уговорить, чтобы он перешел на другое место. В общем, мы ждали. То есть тогда уже господин Слизов признал, что... Да, там аренда, сказал, что там аренда, но разрешение... Ну, ведь всегда они твердили, разрешение на строительство не давалось. Ну, это как-то нас так слегка успокаивалось. Думаю, ну, это опять же временно не дается разрешение. Потом, значит, да, и потом, значит, мы ждали, когда он поговорит, результаты, результатов. В общем, нам ответил Галина Николаевна, кажется, да, еще была одна встреча. Мы, можно сказать, у нас даже жительница одна стала умолять его, ради бога, не трогайте это место, это же место, мы же там же все-таки ветераны уже сами сажались, строили, да, и своими руками. Там прогулка и для пожилых, и для всех, в общем, можно сказать, вот так вот, аж умоляюще просила у нас одна женщина, ради бога, не трогайте. Потом мы, значит, еще сказали, ну, если вы не примете меры, мы тогда будем дальше писать, если на уровне города не предупредили. Вот мы начали пикетировать, пикеты, вот пикеты все дела. А сколько всего вы пикетов провели? Вот знаете, 22 точно, но, возможно, больше, даже больше. Мы уже два раза в неделю, мы сначала один раз начали в неделю, поняли, что это вроде как не действует, маловато. Мы еще раз стали делать, в следующей неделе опять бездейственно. Мы начали, значит, решили, а может тогда продлить их вообще по два раза в неделю? Мы начали по два, да, на площадь, один пикет, значит, мы вышли на площадь. Ну, естественно, к нам никто не пришел, не подошли. Потом вот 18-го, я уж точно помню, в июне у нас был пикет, уже протест, когда мы вышли. Так я выслала письма, приглашение на пикеты Чумазина и Виноградова. Они не явились, почему ответил слезов тогда, потому что мы ждали, а жерет приехала, значит, была. Вот а жерет такая, мне кажется, очень смышленая, она быстренько подождали, подождали. Значит, никого нету, никто не пришел. И она после, а у нас только один на один час, я бы знала, бы на два сделала. И, значит, мы должны уходить, там же все-таки мы должны быть дисциплинированы, насколько написали, мы, значит, сели, уехали. Мне позвонили, вот в этот момент слезов, значит, вынужден, вот уже можно считать, что он был вынужден мне ответить. И вот он ответил мне, да, позвонили мне по сотому и сказали, смотрите ответ в вечернем, в общем, на канале, Дзержинском канале, вечером. Аж дважды. То есть через прессу, да? Да, через прессу ответ. Ну вот тогда он и ответил. Ну а у вас, вот помимо того, что вы выходили на их пикеты, вы же все-таки с ним как-то разговаривали? Это, значит, я 21 марта письмо, первое обращение. Второе обращение 29 марта. Потом, значит, когда уже стало вот после беседы со слезом, и вот этих ответов на обращение, стало ясно, что это похоже добиваться, тут настолько все вот никакое, то понятно стало, что все, надо уже выходить куда-то, ну, хотя бы сначала в прокуратуру. Обращение написано в прокуратуру. Прокуратура подала, значит, в природоохранную отдала, на строительство вроде тоже сказал, что разрешения нету, и в природоохранную. Природоохранная, мне уже опыт это подсказал, что из природоохранной передают по инстанциям, это может на три месяца уйти. И думаю, пожалуй, надо писать президенту. Ну, по сути, вот я не знаю, я сформулирую, а вы скажете правильно, я понял, неправильно. По сути дела, вы вынудили администрацию подать тот самый иск. Да, да, мы вынудили подать иск. Так я приходила, я пришла на прием уже с твердой позиции, это сидело 15 человек у него, я сказала, когда будет убран, я говорю, договор к Винограду. И уже при свидетелях я ему задала один вопрос, я говорю, аренда закончилась, я говорю, разрешение, раз вы не дали, когда будет убран забор? Кстати, прислали уже из департамента, в это время, когда я пришла, забор ликвидировать, убрать, что с ними соглашение порвано. Из департамента какого? Нижегородского? Да, Нижегородского. Областного. Уже была бумага, и вот. И он сидел вот так вот, вилял, начал объяснять, что там комиссия, все вот это рассказывает, как это шла процедура, когда вот в аренду было все взято. Вот, они, я говорю, ну вот я одно твердила, когда будет, скажите, когда будет убран забор, ограждение, и восстановлена зелень. Вот, он, вот, указал мне на Дементьева, решайте, мы, мы, да, он так сказал, мы сначала ждем мирным путем. Вот так вот. Время они тянули, самым настоящим образом тянули время. Мы собрали подписи, 232 подписи, мы мгновенно, вот, кто был дома, хотя люди были в отпусках, на даче в это время, в общем, кто вот, кого застали, не было ни одного человека, который бы хотел, отказывался бы. Все, если пройти по району, то и район бы весь подписался, не нашлось бы таких людей, потому что все против этого строительства. Кому это, конечно, нужно, чтобы перед окнами стояло испокон. 40 лет там вот это вот все растет, липовые аллеи посаженные. Все, значит, видят, наслаждаются, и вдруг все порушим, все сломаем и построим. Да, стройте на пустых местах, осваивайте пустоши. Это не освоение, это подрываются они, значит, под дом, чтобы сэкономить, так сказать, сэкономить им деньги. Так, кому какое дело до ихней экономии, если они развивать, собираются, как они говорят, экономику или что, осваивайте те территории, которые не освоены. Причем тут то, что уже создано, создано на уровне, на высоком уровне. Как я понимаю, сейчас никаких движений по поводу, никто этот забор не собирается выбирать. Я думаю, никто. Вот я уже поняла из того, что этот семенец... Вам-то сверху там видно, наверное, все? Конечно, видно. Что происходит? Вот, вчера, кстати, все засняли, приходили с телевидения. Прямо из квартиры, вот так. Там, что там? Там сейчас склад. Потом, значит, как будто вот мастерские. Он там и строгает, и пилит. Там могут и станки стоять. В общем, они как бы у них вот... Естественно, там все колесами изъезжено. Все истоптано. А деревьев что было было? Ну, деревья, знаете, ну, пять это точно деревьев вырублено, потому что они шли еще посередине. Вот даже можно сравнить так, что вот шла зеленая зона, шла-шла до ограждения, раз, и обрывается. Кустарников все, нет, пустошь. Вот уже кустарники вырублены все, вообще. А там было все в кустарниках. Там же разбивка была. У меня, говорю, даже здесь и планы есть, какие были когда-то. Потом, а деревья шли вот так посередине. Деревья, они, он, видимо, побоялся пока вырубать. Он оставил их. Но, может быть, пять или больше даже деревьев. Он выкорчевал. Они же, мы же видели, как он... Ведь когда грунт первой слоги плодородной срезается, там, значит, уже идет песок. И вот он, значит, лопаты видел своими глазами из окна. Как лопаты, значит, они там выкапывали, выкорчевывали. Вот эти вот все давления, пикеты, значит, обращения, письма, значит, спущенные письма. Хиндштейну я еще писала. Он тоже в прокуратуру спустил, Хиндштейн. Вот под этим давлением. Они, видимо, поняли, потому что был такой голос. Мы это нам уже сказали, мне уже сказали, что покричат и перестанут. Голос Собитова. Ну, пошумят и перестанут. Был вот так сказано. Мол, пусть пошумят. Слушайте, а вас не уговаривали перестать шуметь-то, нет? Вот так вот. Нет, не уговаривали. То есть, с такими просьбами не обращались, да? Нет. Я думаю, они осторожничали во всех отношениях. Они же власти, они все-таки должны вести себя как. А вот на том заседании, которое состоялось на этой неделе, где было объемное решение арбитажного суда, его же, наверное, зачитывали. Вы были на этом суде? Нет, я не ходила, потому что у меня еще другие дела есть. Я уже это... А что решил суд, ну, вот, примерно? Ну, суд-то, а, ну, арбитражного, ну, вот на этом, на суде, да вот у меня суд-то. Он так и сказал, я говорю, как мы вот лично трактовали с Татьяной, он так и подтрактовал, говорит, аренда закончилась, говорит, оговорено не было, что должна быть какая-то пролонгация. Говорит, все, говорит, должны уйти. Все, там очень просто, вот, отказать традиции и качества, отказать. Вы знаете, только я основания не могла понять. Я слышала слово, потому что он, знаете, как читал? Вот так вот. Это вот по иску администрации. Да, вот по иску администрации. Вот читал, читал, он уже свое решение вот так же напечатал, оно у него уже было готово, видимо, заготовлено. И вот читал, читал, и вот я только боялась, слушала, думаю, не пропустить это слово, что отказано или не отказано. И вот услышала слово «отказать» иску, ну, этому иску от традиции и качества. Отказать. У каждого человека сейчас на традиции и качества будет этот иск протестовывать, да? Да, будет. И вот уже на это я в участии дальше продолжаю. По первому иску я продолжаю участие принимать, так как третье лицо. Апелляцию мне уже они выслали, семенец выслал, у меня уже на руках апелляция. Потом, значит, апелляция будет во Владимире, а второй я уже поеду как слушатель. Как слушатель я имею право. Точное решение есть, но так как оно не вступило в силу, соответственно, опять же, никаких мер приниматься не будет, да? Нет, пока нельзя. Просто юридически пока нельзя принимать, пока не выйдет решение вот это вот. Последнее решение, там сколько-то дней, вот через пять дней, значит, я не знаю, через семь дней решение входит в силу. Но они должны написать апелляцию, они это обязательно сделают, они же не будут оставлять, он же не из тех людей, которые вообще смысла нет. Так что пойдут дальше жалобы его, жалобы. Ну, конечно, мне это не хочется так вот быть уверенной на сто процентов, но надежда большая. То, что если уже вот эти вот суди, арбитражные суди решили, то уже решение должно быть в нашу сторону положительное. Тут уже все ясно. Вот. Еще, по-моему, вы сами как оцениваете действия администрации? Я как оцениваю? Они подали иск, если бы жители не, так сказать, не выступали на пикетах, если бы не было писем, если бы не было писем туда, они просто подали иск под давлением. Стройка бы шла. Просто им уже некуда деваться, потому что они уже были, ну, их уже даже вот прокуратура, вот знаете, сколько у меня прокурорских писем, от каждого письма, которое шло вверх, их трясли, трясли семенца, трясли администрацию. Моих, значит, было в прокуратуру четыре письма, значит, сюда, в нашу. Она, значит, тянет время прокуратура. Естественно, наша прокуратура продажна, я в этом даже не сомневаюсь, потому что у меня есть основания так думать. Когда мне пришлось с ними тут разбираться по некоторым вопросам, опять строительство, я поняла, как они пишут даже специально вот не по существу, пишут ответ мне не по существу, и сами же отвечают совершенно не по существу, по другому вопросу. Ну, я, значит, говорю, что это такое, там, я говорю, дураки, что ли, сидят, а мне говорят, да специально, умышленно, чтобы время подтянуть, понимаете, чтобы продлить, потому что на это уже дается время, раз я неправильно составила, ну, суть. Ну, больше всего, это надежда есть на то, что вот уберут этот зажарок? Я просто очень сильно хочу, понимаете, это как уже идет принципиально, это уже принцип, потому что еще, я считаю, очень глупо сдаваться, понимаете, когда вот такие существуют наглые люди, которые игнорируют, которым предлагают просто перейти на другой, их никто не ущемляет, им просто предлагают перейти, оставить это вот место, не трогать то, чего создано руками, то, чего нужно жителям, в этом нуждается огромное количество людей, а он один, ради своей, так сказать, выгоды, желания, лаком вот этого кусочка, встал в позу и не уступлю ни за что никому. А сам семьяц, кстати, вам не предлагал, ну, как-то, миром? Ничего он мне, нет, ничего не предлагал. Ну, там, знаете, там бывает, там, когда ремонт в квартире идет, он просто очень... Окошечко поставить, еще что-нибудь, нет? Он просто очень уверен в своих силах, в своей власти, в своей мощи. Он ничего не боится, это значит, он чувствует поддержку, если он столько времени тянул, делал вид, что они... Вот такая фраза, когда он сказал, ждем сначала мирным путем. Это же умышленное оттягивание времени. Какой мирный путь? Все, аренда закончилась, подавай в суд. Он бы мог... Они могли подать в суд, когда еще? Тогда, когда аренда закончилась. Не уходят какое-то время, ну, дали какое-то время, подавайте в суд. Нет, они ждали. Прекратится все вот это вот выступление, так сказать, жители. Отвяжутся они, отстанут, утихнут, замолкнут. Ну, вы не отстали. Вот, так я и сказала, мне зачем? Вам зачем это надо? Ну, можно сказать, уже пошел принцип. Почему я должна отставать с такими наглыми людьми? Я уже не могу. Это значит себя обречь, что я никто и ничто, понимаете? Это биомасса, с которой можно не считаться. Это выходит так, он игнорирует, попирает всех и все. А я, значит, должна с этим согласиться? Выходит так? Это вообще, это полное, признать в полное свое бессилие выходит. Уж я считаю, лучше идти до самого-самого возможного конца.